Привет, друг! Ты на канале JoyCenters, меня зовут Джон Кормилицин, это 38-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске российский разработчик игр Kefir представил грант на развитие игрового движка Godot, новые фичи в Eevee Cycles и плагин Nvidia DLSS для Unreal Engine. Следующий релиз Blender 2.93 не будет поддерживать Windows 7, также завезут новый DefoFill для Eevee Render. Вот такой вот примерчик. И еще внедрят новый алгоритм просчета SSS для Cycles. До перехода в стадию бета список новых фич будет активно дополняться еще пару месяцев. Помимо этого обновили аддон ScreenSpace Global Illumination для Eevee. Да так, что теперь это не аддон, а самостоятельный билд Blender. SSGI имитирует Global Illumination, иначе говоря это Global Illumination в реальном времени. Эффекта рассеянного освещения можно добиться без аддона, только используя запекание, что естественно не реалтайм. В дальнейшем аддон SSGI будет получать только незначительные обновления, поскольку есть фундаментальные проблемы, которые нельзя исправить без изменения исходного кода движка. Активно развивать будут только аддон в виде билда Blender. Ну и возможно, что SSGI внедрят в сам Blender, но это уже зависит от разработчиков аддона. Ну а чтобы во всех рендер-движках комп несся со скоростью света, можно использовать линейку компьютеров HyperPC Studio. Эта линейка прошла сертификацию NVIDIA RTX Studio, а это значит, что компьютеры собирались с нужными комплектующими как раз для твоего монтажа, рендера и работы с нейросетями. В линейке имеется несколько моделей, в которых установлены видеокарты Quadro RTX и GeForce RTX 30 серии. Также в ПК установлены драйвера NVIDIA Studio, которые отслеживают обновления более 200 приложений для создания контента, в том числе и наши любимые ПО от Adobe Autodesk, Epic, Maxon, Unity, ну и сам понимаешь. На сайте, кстати, автоматизирована система подбора оптимальной платформы под требования софта, с которым работаешь. Поэтому, если ищешь себе новый комп, обязательно переходи по ссылке в описании и оцени все сам. Mesh Machine получил обновление версии 0.7. Mesh Machine — это аддон для Blender. С момента выхода версии 0.6 не было большого развития. Она, кстати, была выпущена около 2,5 лет назад. Последний релиз вносит различные улучшения в существующие рабочие процессы, некоторые новые инструменты и функции, а также новую документацию. Если подробнее, то добавили два инструмента Add и Apply Boolean. Symmetrius получил новую единую раскладку для зеркального отображения во всех шести направлениях, что очень похоже на работу круговых меню. Инструмент Stacious теперь находится на боковой панели, что облегчает доступ. Также в этом выпуске добавили три экспериментальные функции. Описания на них, кстати, очень мало. Но еще ожидается, что в течение этого, а может и следующего года, добавят еще несколько фич. Ребята из студии Fidgetal разработали аддон для Blender под названием IK. Это инструмент текстурирования проекциями изображений с одной или нескольких камер на один UV слой. Изначально аддон разрабатывался под проект компании. С помощью IK можно быстро раскрасить объекты, что значительно ускоряет процесс работы. Подробнее о дополнении по ссылочке в описании. Наткнулись на физически корректный рендер Hydra от российских разработчиков. Идет он как плагин для 3ds Max и имеет открытый код. Работает полностью на GPU. Развитие поддерживает факультет компьютерной графики МГУ. Рендер Hydra можно скачать бесплатно с официального сайта. Там же есть уроки и документация. Esri анонсировала новый бесплатный плагин для Unreal Engine под названием Vitruvio, который привносит в Unreal Engine технологию процедурного моделирования зданий City Engine. Плагин позволяет создавать огромные города и сложные здания за секунды. Ссылочка с подробной информацией в описании. Nvidia объявила о выпуске плагина для Unreal Engine, который привносит технологию DLSS в движок реального времени. DLSS это технология RTX, которая использует возможности искусственного интеллекта для повышения частоты кадров в играх. С DLSS в Unreal пользователи смогут использовать более высокие разрешения и настройки, сохраняя при этом стабильную частоту кадров. Скачать можно по ссылочке в описании. Ну и нужна конечно же RTX карта. Для Nvidia Omniverse вышел Autodesk 3ds Max Connector. Плагин позволяет использовать инструмент внутри Omniverse, ну и улучшать свои рабочие процессы, легко интегрируясь с множеством других популярных приложений для создания контента. Платформа Omniverse сейчас находится в стадии открытого бета-тестирования. Еще, кстати говоря, TurboSquid анонсировала модели в формате USD, готовых к использованию с Nvidia Omniverse. Российский разработчик игр Kephir предоставил компании Godot грант в размере 120 тысяч долларов. Средства пойдут на финансирование развития игрового движка Godot Engine с открытым исходным кодом. Интересно, что в прошлом году Epic Games также выделили грант на развитие Godot Engine в размере 250 тысяч долларов, но там средства шли на развитие определенного проекта. А вот вклад в студии Kephir будет использован для продления контрактов с разработчиками и найма дополнительных специалистов. Для Kephir Godot Engine это альтернатива Unity, игровому движку, который использовал в своих предыдущих играх, включая популярную мобильную игру-выживалку Last Day on Urge. Недавно вышло обновление PolySnow Plus для 3ds Max. Плагин включает 5 настраиваемых объектов и 6 модификаторов, специально разработанных для создания снега. Из интересного добавили Snow Sculpt. Новый модификатор на основе кисти, который позволяет лепить снежную поверхность от руки. Также есть новые процедурные модификаторы для создания пушистого снега. Ну и еще внедрили объекты сосулек и снежинок. Все подробности по ссылочке в описании. Плагин стоит 79 долларов. И еще для 3ds Max вышел Hair Cards Tool, который ускорит создание волос в реальном времени. Работает только с 3ds Max версии 20, 21.3 и новее. Только вот если брать стандартную лицензию за 25 долларов, она будет без текстур и материала. А вот коммерческая лицензия за 50 долларов уже включает набор материалов с текстурами волос и в дополнение сцену 3ds Max. Скачать можно на ArtStation, ссылочка в описании. Corel выпустила обновление программы для рисования Painter Essentials 8. Она в основном предназначена для создания иллюстрации или концепт-арта. Добавили 10 новых фильтров для автоматической раскраски, обученной искусственным интеллектом. Еще внедрили 23 новые кисти, включая кисти с частицами и глазури, а также предустановки пера и карандаша. Представили поддержку новых процессоров Apple M1 и Mac OS 11.0 Big Sur, а также возможность использования iPad в качестве дополнительного дисплея в системах Mac. Подробнее о новых функциях по ссылочке в описании. На Gumroad можно скачать бесплатные модели и шейдеры нескольких материалов. Некоторые из материалов процедурны. Подходят для коммерческого использования только с пометкой создателя. Спасибо, друзья, за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сейчас у нас немножечко вдохновения. Вот прям сейчас, да, ты уже смотришь эти картиночки. И посмотри обязательно обзор на компанию iPysoft, потому что это полноценный разбор вместе с разработчиками. Ждите наши новые коллаборации с компаниями, новые CG-новости и до новых встреч, друзья мои!